Доброе время суток дорогие друзья у нас предхелик и так в конце прошлой недели Хамасом были нанесены попытки обстрелять Тель-Авив и Акрубу Были выпущены несколько ракет, которые попали только по чудесному стечению обстоятельств, если так можно сказать, в море Надо отметить, что реакция Цааля была достаточно замедленной И в этом виноват в первую очередь правительство и господин Беннетт, который мешкался И только Моцей Шаббат, выступив с таким расширенной пресс-конференцией, в которой он сказал, что мы нанесем сильный удар Что означало фактически предупредив Хамас и их деятелей, их, как говорится, боевиков Предупредив, что будет нанесен удар, то есть объявив об этом воочию в СМИ Скажут, что мы нанесем и впервые, достаточно редко такое случается Мало того, что Хамас был готов к тому, что будут нанесены удары И знали примерно, откуда и где будут нанесены удары Если это будет с вертолета и несколько залпов из танков Так они применили переносные ракетные установки То есть атаковав фактически вертолеты Израиля И надо отметить, что обычно Цааль достаточно скупо комментирует те или иные деятельности правительства В частности, премьер-министра, обычно мы не видели такого Но в этот раз достаточно серьезные генералы и достаточно серьезные деятели армии Выступили с критикой Беннета за то, что он подверг опасности жизни солдат Израиля Как говорится, вертолеты Израиля тем, что он заранее предупредил Причем этот удар был достаточно сдержанный И мы понимаем, что Хамас или другие арабы, они прекрасно чувствуют слабость Чувствуют нерешительность И мы видим, что это могло подвергнуть просто краху или крушению вертолетов И это огромный урок То есть то, что сегодня армейское руководство выступает против Беннета И говорит о том, что он только болтает И является болтуном И болтает во всеуслышание о том, что они пытаются нанести удары по Хамасу Причем с огромным запозданием Говорит об многом И только чудом буквально до сих пор не нанесены серьезные удары по Израилю Только чудом Израиль, как говорится, пытается умалчивать и замалчивать И не реагировать, как это должно было быть Серьезно отреагировать, как мы это видели во время операции «Страж стен» Когда были сотни и сотни ракет сброшены на Хамас, на Газу И в то же время были десятки тысяч ракет, которые летели на Израиль Практически не было ущерба за исключением И, к сожалению, были несколько жизней, которые были унесены этой операцией с нашей стороны То есть мы видим, что то, что левое арабское правительство сегодня так ведет себя Так аккуратно наносит удары по нашим врагам Говорит об многом С другой стороны, мы видим и вышла достаточно интересная статистика Что за этот год, после беспорядков в мае После того, как смешанных городах в Лоди, в Яфу После того, как арабы буквально громили просто города, так называемые, смешанные После того, как участились попытки линчевать евреев Участились в два раза за этот год просьбы, прошения на то, чтобы получить личное оружие Это не просто, это многочасовые проверки Это с психологом проверки Это стоит денег Само оружие стоит денег Сама лицензия стоит денег И мы видим, что в два раза увеличилось То есть израильтяне На фоне того, что господин Барлеев Министр внутренней безопасности Который говорит, что это нормально Что у арабов хранятся автоматическое оружие Гранатометы И разные гранаты И много-много всего разного у них в арсенала Даже переносные вот эти установки Это просто хамулами закупается Для их между хамульными бойнями Но при всем при этом В случае, если будет дан сигнал сверху То они могут начать заново громить Причем громить серьезно И у них достаточно серьезный арсенал И мы видим, что израильтяне Особенно в смешанных городах Или в поселениях Просто уже не надеются на армию И не надеются на полицию Или на МАГАВ Потому что это серьезно Это переходит определенные границы И люди боятся за свою жизнь Соответственно, подают прошение Это очень непросто Даже открыть, как говорится, на поражение Есть куча и куча разных предварительных вещей Которые после дела Азарии Каждый человек, который имеет свое оружие Подумает несколько раз, прежде чем Подвергнет свою опасность, свою жизнь Но подумает, чтобы не сесть Не дай бог потом в тюрьму И мы видим, что вот этот перенос ценностей Вот это гниение, которое есть в левоарабском правительстве В левоарабском обществе Эти либеральные идеи Толерантные идеи Которые, к сожалению, охватили израильтян Определенную часть маргинальных израильтян Это говорит о многом Потому что наша жизнь стоит, на самом деле, очень много Это самая важная ценность И то, что нас подвергают опасности Еще нет никакой поддержки со стороны армии И, соответственно, со стороны высшего руководства Говорит о многом Люди боятся И не дай бог, если это всколыхнется в одно мгновение Не дай бог, даже не хочется думать об этом сценарии Мы очень надеемся, что Если это будет Перейдет к какой-то рамке Перейдет к какие-то красные линии То все-таки армии придется нести за это ответственность Придется брать на себя ответственность Как это того и должно быть То есть тот, кто на тебя встает и хочет тебя убить Сразу должен быть убит Это часть наших законов Часть законов еврейской жизни И так и должно быть Еврей не должен И мы не видим, чтобы еврей бегал с ножами С коктейлями молотами, с камнями Или с пистолетами Кого-то, не дай бог, хотел, как говорится, догнать А садия арабского населения мы это видим И это огромный урок для нас Что чем скорее уйдет это правительство Со своей арены Сгинет, как говорится, в историю Тем быстрее мы увидим определенные восстановления Даже улучшения в каком-то смысле Во многих сферах Которые они пытаются разрушить Уже больше ста дней Они у власти пытаются разрушить И дальше будут пытаться Как говорится, пренебреть жизнями евреев И так защищать И, как говорится, даже всяких Не просто террористов, которые сидят в тюрьме Которые якобы голодают в тюрьмах специально Их, как говорится, пытаются улюлюкивать перед ними Заставляют их покушать Хотя этот человек не должен был быть Сидеть на наши деньги в тюрьме Недавно это была история А должен был быть, на самом деле, уже давно в земле В общем, есть нам над чем задуматься Будем надеяться на лучшее Есть очень много вещей Которые в будущем раскроют сердца Раскроют глаза Изольтян уже раскрывают глаза Изольтян на то, что бывает Когда у власти левый Опять это восстанавливает нам картину И это огромный урок Надеюсь, что мы вынесем С минимальными потерью С минимальной ценой Вот эту вот ошибку Изольтян Которую сделали не так давно На предыдущих выборах Полный детальный обзор Даже два обзора Достаточно интересные Можете найти в описании к этому видео Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Делитесь этим Другими видео с друзьями И с Божьей помощью Будем следить больших чудес В нашей прекрасной цветущей стране И в мире в частности Если вы интересуетесь новостями Израиля Другими новостями Вам нравится наш проект Хелик У вас есть какие-то комментарии Пожелания, идеи Пожалуйста, не стесняйтесь Оставляйте под этим видео Если вы хотите стать спонсором Нашего канала Вкладышка спонсорства Другие реквизиты в описании Будьте здоровы Берегите себя близких И до скорых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!